Сегодня мы будем исследовать послание апостола Павла к Галатам. И это, как и каждая книга Библии, это послание очень уникальное. И оно уникально тем, что оно представляет собой, наверное, одну из самых ярких форм выражения Евангелия. То есть, если мы посмотрим на сущность спасения, сущность того, что нужно человеку, вот среди обширного Божьего откровения есть разные аспекты, разные сферы, которые Бог открывает, что нам нужно знать для того, чтобы мы могли иметь спасение и иметь жизнь во имя Иисуса Христа. Так вот, если посмотреть среди всего этого обширного знания, есть некоторые базовые истины, которые называются Евангелием. То есть, это сущность того, что нам нужно для того, чтобы спастись, для того, чтобы иметь правильное отношение с Богом, для того, чтобы иметь мир в сердце, для того, чтобы иметь уверенность в духовном росте. Мы, каждый из нас, сталкиваемся с проблемами, с собственными недостатками, с какими-то формами остаточных явлений грехопадения в нас или влияния плоти, которые нужно преодолевать. Так вот, для того, чтобы мы во всем этом могли иметь уверенность, Бог дал нам Евангелие. Евангелие представлено в разных книгах Священного Писания. Вот, даже в Ветхом Завете мы находим многочисленные упоминания тех или иных элементов Евангелия. Две книги Нового Завета, пожалуй, наверное, как никакие другие, представляют Евангелие в таком индуктивном, академической форме. То есть, вот оно раскладывается шаг за шагом, представляется нам... Это объяснение представляется фундаментально от одного блока к другому блоку, с аргументацией, с объяснением причин, с объяснением, откуда это начинается, к чему это ведет, какие обстоятельства связаны с этим и так далее. Две эти книги Иван... вернее, послание к римлянам, и вторая книга – это послание апостола Павла к Галатам. Причем послание апостола Павла к Галатам гораздо короче. Вы знаете, что послание к римлянам большое, там 16 глав, послание к Галатам всего 6 глав, и в этих 6 главах сконцентрировано, представлено Евангелие. Несколько слов о самом послании и о причинах, почему оно появилось, почему это Евангелие стало частью Нового Завета. Дело в том, что реальность жизни Церкви такова, что ее постоянно окружают самые разные проблемы. Причем это не только реальность современной Церкви, это реальность жизни Церкви вообще, и когда мы изучаем Новый Завет, мы видим Церковь в самом ее зачаточном состоянии, то есть когда она только-только появилась, когда принято считать, что это первая Церковь, первые верующие, первые христиане, они действительно были ближе ко Христу. В это время еще было много людей, которые лично видели Христа, которые были знакомы со Христом, которые получили от Него непосредственно очень многое, и естественно ожидать, что вот тогда-то церкви должны были быть прочными и такими, ну как бы без проблем или с минимумом бы проблем. Реальность говорит о том, что это не так, что в Церкви всегда приходилось встречаться со сложностями. Эти сложности были двух типов. Первый тип сложностей заключался в различных атаках извне. Это были преследования, гонения самые разные. Это были разные национальные конфликты, когда евреи гнали евреев, которые последовали за Христом, или язычники, межрелигиозные конфликты, язычники гнали христиан, потому что они не поклонялись их богам и так далее. То есть это одна сторона, это внешнее давление. Есть еще или были еще другие проблемы, или есть другой тип проблем, которые, как я уже сказал, они были тогда и они есть и сегодня. Это проблемы внутренние, то есть проблемы самых разных лжеучений или идеологий, которые проникают в сознание людей. Обычно это происходит, потому что дьявол использует естественные греховные тенденции в сознании людей. Таким тенденциям относятся страх, гордыня, самоутверждение. Самые разные вещи, когда человек становится открытым к тому, что он начинает слушать разные лжеучения, он начинает воспринимать их, он ищет какой-то формы, как бы подстроить учение Иисуса Христа и сделать его так, чтобы оно было в меньшей степени сложным для него или требовало меньшего от него и так далее. Послание Галатам – одно из таких посланий, которое было написано с целью исправления заблуждений, возникших в нескольких церквях целого региона. Галатия – достаточно большой регион в Малой Азии. Мы посмотрим на него сейчас на карте. Если вы представляете вот эту часть, вот Иудея здесь, это Иерусалим. Вот здесь начиналось христианство. Если вы помните Антиохи, вот это место, где нес служение апостол Павел, и отсюда начинались все его миссионерские путешествия, и туда же они возвращались. Так вот, здесь есть вот этот регион, вот он здесь темно-зеленым цветом выделен, который называется Галатия. У этого региона очень интересная история. Дело в том, что примерно 300 лет до рождения Христа туда были переселены люди, племена Галлов из территории, которые вот здесь находятся, северо-западнее территории современной Франции. Они заняли, они заселили вот эту вот горную часть, горную часть этой местности. Но постепенно, когда Римская империя стала набирать там свои силы, то римляне разделили всю территорию на провинции. И таким образом вот эту большую провинцию назвали Галатией. По сути дела, сами вот эти племена, они жили только на севере. Но эта территория, она территориальная или по государственному разделению, она принадлежала вот этому образованию, такому территориальному. Вот и поэтому ее называли Галатией. Апостол Павел во всех своих миссионерских путешествиях проходил через Галатию. И уже в самом первом путешествии он насадил здесь несколько церквей. Здесь у нас на карте третье миссионерское путешествие. Но для нас это не так важно сейчас. Главное, что там были такие города. Антиохия, Писидийская, может быть, вы помните ее, эти названия. Икония, Дервия, Листра. В этих городах Павел и его спутники, они проповедовали, они там основали церкви. И, скорее всего, послание Галатам, послание, которое написано или имеет название Галатам, оно было написано вот этим церквям, которые были здесь. Есть, правда, разные мнения. Некоторые считают и думают, что, скорее всего, здесь были еще какие-то церкви, потому что, по сути дела, люди, которых называли Галаты, они-то жили как раз вот здесь. Но вряд ли, я не думаю, что эта теория правдивая. Скорее всего, так как апостол Павел путешествовал в основном здесь, и эти церкви были предметом его основного внимания, то, скорее всего, он писал именно к этим церквям. Послание было написано вскоре после Первого апостольского собора. Первый апостольский собор состоялся примерно в 49-м году, и он описан в 15-й главе книги «Деяния апостолов». Тогда, когда возник вопрос по поводу язычников, Павел с Варнавой пришли из Антиохии в Иерусалим, и они там собрались с апостолами, и там они говорили о том, что же должны язычники исполнять из закона Моисеева, а что не должны исполнять. Вот это был Первый собор. Скорее всего, именно он упоминается во Второй главе послания Галатам. Вот, по всей видимости, послание было написано в скорости после этих событий. Это послание уникально еще одной особенностью. В нем, как ни в каком другом послании, апостол подробно описывает свою жизнь. Точнее, некоторые элементы своей жизни. Он здесь много говорит о себе. По сути дела, первые две главы доминируют. Там в этих первых двух главах доминирует его история. Она, конечно, очень важна, и она очень к месту здесь. Это не просто так он решил рассказать нам свою историю и об этом написать книгу. Она очень к месту здесь. И мы посмотрим, по какой причине апостол говорит здесь о себе достаточно много. Как я уже упомянул выше, послание Галатам, оно было написано по поводу возникших внутри церквей. Ни одной церкви, целого ряда церквей, возникших там лжеучений разных. На том этапе одно лжеучение доминировало в то время. Мы знаем, что позже с развитием церкви, когда церковь распространялась на другие регионы, и там она соприкасалась с другими учениями, философиями, теориями разными, то там возникали другие формы лжеучений. Вот здесь, на самом раннем этапе, церковь переживала одну существенную проблему, и мы о ней говорили в воскресенье, когда мы касались послания к евреям. Суть проблемы, я повторю очень коротко. Она была в следующем. Посмотрите, церковь возникла в Иерусалиме на базе иудейской общины. То есть там были люди, которые были богобоязненные, богобоязненные, которые чтили Бога, знали закон. Если вы читаете вторую главу Деяния апостола, написано, что вот эти первые обращенные, это были богобоязненные люди, то есть иудеи, которые собрались там с разных мест для того, чтобы поклониться Богу. И таким образом, все пять тысяч человек, первые члены вот этой церкви в Иерусалиме, они были обращенными из иудаизма. Часть из них были евреями, часть были празелитами, то есть это люди, которые не еврейской национальности, но они до того, как стали христианами, они приняли иудаизм, и иудаизм был их религией. Они прошли все церемонии, все нужные заповеди исполнили, которые предначертаны законом, они стали иудеями настоящими. И таким образом, христианство в сознании людей было очень тесно связано с иудейскими законами. То есть христианство, это было бы подобно апгрейд от иудаизма. То есть есть иудаизм сначала, потом более высокая степень иудаизма, это христианство. Для того, чтобы поменять этот менталитет, Богу нужно было применить специальные сверхъестественные инструменты. Помните, когда было видение Петру, когда Бог сказал ему о том, чтобы он пошел в Кесарию, и там проповедовал первому язычнику Корнилию. Корнилий, который не стал празелитом, то есть он не принял иудаизм, и он был первым обратившимся в христианство напрямую, без дороги через иудаизм. То есть первый язычник, который обратился в христианство, это был Корнилий и люди, которые жили в его доме. Но даже после этого, после того, когда это было Богом сделано очень такое яркое движение, чтобы поменять менталитет этих людей, даже после этого иудеям, верующим иудеям, христианам, которые обратились из-за иудеев, было очень трудно воспринимать языческие традиции или же отсутствие иудейских традиций, отсутствие обрезания, отсутствие правильного подхода к празднованию субботы или к тому, что можно есть, что нельзя есть, как есть, как готовить и так далее. Это огромная система, целая система жизни. В результате возникло учение. Суть учения была в следующем. Люди, которые не хотели принять того, что можно напрямую из язычества стать христианином, они все-таки настаивали на том, что нужно сначала исполнять закон, сначала принять все то, что требует закон, и потом к этому добавить Христа и благодать, и все то, что связано с Иисусом Христом. Это учение, мы знаем, что оно появлялось в разных местах, и мы читаем, как пришли люди в Антиохию и стали его внедрять там. Вот почему Павел и поехал, пошел в Иерусалим с Варнавой для того, чтобы получить от апостола подтверждение, что это неправильно. И по всей видимости, это лжеучение, оно распространялось дальше, и вот дошло до вот этих церквей, вот эти церкви, которые вот здесь расположены, в этом регионе, в Южной Галатии. Вот для того, чтобы спасти церкви, для того, чтобы сохранить их от разлагающего влияния этой неверной доктрины, апостол пишет послание. Вот это послание, которое стало известно у нас как послание к Галатам. Самое главное переживание или главная забота апостола Павла, которая заставила его написать это послание, заключалось в том, что это лжеучение, оно подрывает влияние или роль самого главного элемента в христианстве, центрального элемента, это действие спасительной благодати. И этому посвящено послание. Я знаю, что когда мы будем исследовать его, мы получим большое благословение, не только в том, что мы познакомимся с тем, что было тогда, но мы посмотрим, как спасительная благодать действует и насколько она важна и сегодня. Я разбил все это исследование на две части, они неравные части. Первая маленькая, сравнительная, вторая побольше. Первая – это духовная проблема в галатийских церквях. И второе – каким образом апостол Павел решает эту проблему. Это будет более, так скажем, емкая, более объемная часть нашего сегодняшнего исследования. Опять-таки, для того, чтобы нам понимать решения, которые предлагаются здесь апостолам, нам нужно сначала взглянуть на суть проблемы и к нашему счастью или к нашему удобству. Эти проблемы, они объяснены, достаточно подробно объяснены в самом послании. И мы посмотрим на них сейчас вместе с вами. Мы можем видеть это с самого начала, в самой первой главе. Апостол сразу, буквально после короткого приветствия, он обращается к сути вопроса. И эта суть вопроса выражена следующим образом. Шестой стих первой главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». То есть, он обнаруживает проблему. Сущность проблемы заключается в том, что эти церкви познали благодать Иисуса Христа, познали спасительное Евангелие. Люди проявили знание Евангелия, проявили готовность следовать за Иисусом Христом. И вдруг, через какое-то время, апостол Павел слышит о том, что эти люди, они стали переходить к иному благовествованию. То есть, они отказались от изначального учения, которое апостол Павел принес туда. Они стали добавлять к нему что-то другое. Несколько ниже, в пятой главе, он говорит об этом еще более жестко. Посмотрите, пятая глава, четвертый стих. Он говорит, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». То есть, суть проблемы в следующем. Эти люди, они под влиянием различных учений, которые, как я уже сказал, исходили из иудейского законничества. Эти люди, они постепенно стали перефокусировать свой взор с Иисуса Христа и спасительной благодати, которая исходит от Его жертвы на Голгофском кресте. Они стали перефокусироваться на закон, на дела, на соблюдении различных правил, различных обрядов, которые были связаны с законом. И он показывает, здесь вот в пятой главе, он достаточно резко говорит, что невозможно два вместе иметь, одновременно совместить. То есть, или вы со Христом, или с законом. В этом была основная идея иудаистов. То есть, они говорили, что для Христа нужен закон обязательно. То есть, нужно сначала стать человеком, знающим и исполняющим закон, и потом добавить тогда к нему, тогда сверху добавить к нему Иисуса Христа и Его спасительную благодать. Вот. Апостол объясняет, невозможно это. То есть, если вы оправдываете себя законом, вы исключаете, вы моментально исключаете из своей веры, из своего поклонения Богу возможность спасения по благодати. Вот почему он говорит, остались без Христа, отпали от благодати. В седьмом стихе первой главы апостол называет источник, откуда возникла эта духовная проблема. В церкви появились лжеучители, которые извращали Евангелие. Седьмой стих. Которое, то есть, иное благовествование, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово, то есть, извратить его, изменить, видоизменить его, сделав из него то, что они сами хотят. То есть, эти люди, они были не просто иудаистами. Это было не просто иудаистское движение, которое пришло или которое призывало христиан вернуться назад в иудаизм. Это были люди, которые считали себя христианами и которые, в общем, их не удовлетворял иудаизм в чистом виде. Они просто хотели создать некий симбиоз, какую-то смесь такую между иудаизмом и между христианством. И таким образом они, написано, смущали и они желали превратить, видоизменить, извратить благовествование Христово. Опять-таки, для чего? Было несколько причин. Одна причина – привычка, то есть, они привыкли так жить. Была вторая причина, которая, кстати, упомянута в конце послания Галатам. Дело в том, что за то, что иудеи или евреи не следовали закону Моисееву, они подвергались большему гонению, чем иудействующие христиане. И по этой причине некоторые из-за желания к самосохранению они смешивали христианство с иудаизмом. В конце послания апостол так и говорит, 6 глава с 12 стиха. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона». То есть, он говорит, что закон невозможно исполнить весь. Даже те, кто вас толкает на этот шаг, они не исполняют закона. Но этого достаточно для них, для того, чтобы их не гнали иудеи. Но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. То есть, вторая проблема, связанная здесь, это личная гордыня, когда человек исполняет что-то и этим исполнением достигает духовной значимости, то это, ну так скажем, льстит ему. Это положение было связано, в свою очередь, с внутренней непокорностью истины. В 3 главе, 1 стихом, апостол говорит так. «О несмысленной галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы распятый». Здесь апостол очень эмоционально говорит, он пишет эти слова, как бы представляя то, что было тогда, когда он только проповедовал там. Он по-особенному им проповедовал. Он предначертал Христа перед их глазами, то есть он нарисовал Христа перед их глазами настолько естественно, что они видели, они ощущали его распятие. Поэтому он говорит, он спрашивает, «Кто прельстил вас, не покоряться истине?» То есть внутренняя непокорность истины, которая в свою очередь продиктована, мы уже говорили, гордыней, страхом или ленью, она является всякой причиной или причиной всякого лжеучения. Это то, о чем отмечает здесь, или о чем говорит здесь апостол Павел. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к внутренним конфликтам. То есть, заметьте, как ослабление роли Евангелия, перефокусирование на какие-то второстепенные вещи, которые казались важными, постепенно приводит человека к тому, что они становятся менее чуткими по отношению к истине, менее верными истине. И это приводит к тому, что они начинают иметь вражду между собой. 5 глава, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Итак, это проблема, которую апостол нарисовал. Достаточно сложная проблема, сложная ситуация, в которой находились тогда эти церкви. Но вместе с этим я хочу отметить еще один очень важный штрих. При всем этом апостол не смотрит на этих людей, как на еретиков, отступников, с которыми он не хочет иметь дело. Он продолжает видеть этих людей как смущенных, может быть, заблудших несколько, но он продолжает видеть их как детей Божьих, как верующих людей, во всяком случае, большинство из них. Послушайте 4 глава, 6 стих, что он говорит об этих людях, о верующих церквях галатийских. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашего духа сына, своего вопиющего, а во отче». То есть он продолжает верить, что это люди, или большинство из этих людей, которым он пишет, они являются верующими людьми. И его цель – помочь этим верующим людям сфокусироваться на истинном источнике своего спасения и своей христианской жизни. Кстати, именно поэтому он говорит в 19 стихе, у меня нет его здесь на экране, в 19 стихе он пишет в этой же 4 главе «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть апостол вкладывает все силы, он ставит перед собой эту глобальную цель, он хочет, чтобы эти люди, которые были в смущении от лжеучителей, чтобы эти люди, они сфокусировали свой взор, сфокусировали сердце свое на Евангелии Иисуса Христа. Итак, это первая часть, это проблема. Проблема, которая была в галактийских церквях и о которой апостол будет говорить. Давайте теперь посмотрим на то, как он ее решает, решение проблем. В принципе, все послание, оно представляет собой подробное объяснение того, каким образом эти люди попали в эту беду и почему они не правы, и что нужно для того, чтобы им освободиться от этого действия лжеучения. Как я уже сказал, это очень своевременное послание и для нас тоже. То есть оно касалось не только людей, которым было оно написано оригинально, оно касается сегодня каждого из нас прежде всего с тем, чтобы подчеркнуть еще раз в нашем сознании чрезвычайную важность Евангелия Иисуса Христа и его практическое выражение, каким образом Евангелие выражается на практике. Начинает апостол Павел с очень интересной такой конструкции. Он говорит о достоверности Евангелия и для этого ему нужно рассказать о себе. Дело в том, что Евангелие в эти церкви принес апостол Павел. И когда стали приходить иудействующие христиане, одним из аргументов, которым они пользовались, было то, что Павел, он, в общем, не был частью Иерусалимского круга апостолов, что он, в общем, правильно, хороший человек, много делает, но он не был один из самых первых, он не был коренной, основной апостол. И поэтому они противопоставляли Павла и вот тех апостолов, которые жили в Иудее, которые проповедовали иудеям в основном. Кстати, мы увидим в этом послании, что там было такое решение у них на встрече, когда основные апостолы в Иерусалиме, встретившись с Павлом, они приняли решение, что Бог призвал его проповедовать язычникам, а их проповедовать обрезанным, то есть иудеям. То есть они, во всяком случае, первые годы или, может быть, даже десятилетия своего служения, они проповедовали в Иудее евреям. Потом мы знаем, что они были рассеяны посредством там, несколько было таких волн гонений. Вот и мы знаем, история, вернее, говорит, предание говорит о том, что эти апостолы проповедовали в разных странах, включая языческие страны. Но тем не менее, вот такой расклад, такое напряжение существовало, и поэтому апостолу не остается ничего другого, как только, начиная говорить о Евангелии, которой он проповедовал, доказать, что это Евангелие действительно Божье Евангелие. И оно непосредственно связано с ним самим. Давайте почитаем. Это очень интересная история. Посмотрите на самый первый стих. Первая глава, первый стих. Павел апостол избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Очень необычное вступление, уникальное вступление, таких больше нет. У апостола Павла много посланий, и много раз он вступает или начинает типичными для него приветствиями, они отличаются друг от друга немножко, но в общем, сохраняют одну общую схему. Здесь в этот раз апостол, смотрите, буквально с третьего слова. Вот первое, что он говорит, Павел апостол, и сразу после этого он подчеркивает, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. То есть он сразу подчеркивает, что его апостольство не связано с тем, что его послал Петр или его послал Иоанн, или же Иерусалимский Совет. Он ясно подчеркивает, что его апостольство имеет непосредственное небесное Божье происхождение. Немножко ниже он объясняет, как это произошло, как он получил это Евангелие. Одиннадцатый стих первой главы. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Он не рассказывает здесь о всем этом опыте, когда он шел по дороге в Дамаск, когда Христос явился ему и как эта радикальная перемена произошла. Кстати, он часто об этом рассказывал. Почитайте Деяния апостолов, и вы увидите только в этой книге три раза эта история приведена. То есть, скорее всего, для апостола это было такое глобальное событие жизни. Он часто его вспоминал. Здесь он не пересказывает ее, он ссылается на него. Он ссылается на то, что было такое переживание, такое событие. Дальше он описывает немножечко более такой обширный взгляд на самого себя и на то, что Бог делает с ним. Пятнадцатый стих. Когда же Бог, кстати, до этого непосредственно, Он говорит о своем прошлом, Он говорит, что Он был иудеем из иудеев, чрезвычайно ревностный, настолько ревностный, что Он гнал Церковь Божию. Пятнадцатый стих. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью Свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Это очень интересная часть жизни апостола Павла, которая упомянута только здесь. В Деянии апостола не написано об этом. Здесь написано только следующее, что когда Бог коснулся его сердца, здесь важен контраст. Он говорит, я был гонителем, а вот сейчас, в данный момент, Бог коснулся моего сердца, и вот в данный момент мне не было необходимости советоваться с плотью и кровью. Он ссылается здесь на людей, на других людей. Но в это время он не пошел в Иерусалим, а пошел в Аравию. Мы не знаем, сколько времени он там пробыл, мы не знаем, что он там точно делал. Скорее всего, для апостола Павла это было особое время, в котором ему нужно было осмыслить вот эту радикальную перемену, которая произошла с ним. Возможно, это было время, когда он смотрел на закон, на Ветхий Завет, который он очень хорошо знал, и когда он в нем видел шаг за шагом Мессию, когда все становилось на свое место в его обновленном сознании, в его этом пробужденном духе. Подобно тому, как Моисей был призван на 40 лет в пустыню, чтобы там он прошел эту подготовку, подобно этому Бог взял апостола Павла, или в данном случае еще Савла, и увел его на определенное время в Аравию. Потом он вернулся в Дамаск, и потом происходило то, о чем написано в 9 главе Деяния апостола, когда Павел активно проповедовал в Дамаске. Вы помните эту историю, она уже описана достаточно подробно. Павел пишет об этом, чтобы подчеркнуть, что у него была личная связь с Иисусом Христом, Христос встречал его на дороге, Христос его такого абсолютно нереального с точки зрения человеческих планов, совершенно нереально, чтобы он стал проповедником Евангелия. Он берет, разворачивает его, он имеет с ним особое время, когда он ему открывает истину свою, и вот таким образом он стал проповедником. Он в Дамаске уже проповедовал. 18 стих. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим, видится с Петром, и пробыл у него дней 15. То есть, он начинает со следующего. Я был самый последний человек, кто мог стать последователем Христа. Я был активный гонитель. Но Бог от утробы матери приготовил меня, и в один прекрасный момент Он открыл мне себя во Иисусе Христе. И это выразилось в том, что он начал проповедовать там в Дамаске, и потом, через 3 года, он ходил в Иерусалим, видеться с Петром, и пробыл у него дней 15. Опять-таки, здесь ничего не сказано о том, насколько Петр рассматривал его учения, что факт действительно они рассматривали, хотя в той первой встрече, которая тоже описана в Деянии Апостолов, она была достаточно непродолжительной там. Его следующая встреча с апостолами состоялась через много лет, после того, как Павел уже стал известным миссионером. Опять-таки, почему это все рассказывается здесь? Это все объясняется с тем, чтобы показать читателю, что Павел получил Евангелие непосредственно от Иисуса Христа, и оно развивается параллельно с тем, что проповедуют апостолы в Иерусалиме. У них есть одна встреча через 3 года, и потом, через 14 лет, посмотрите, 2 глава, 1 стих, потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. Это еще одна интересная часть в развитии и служении апостола Павла. Значит, скорее всего, после Дамаска апостол вернулся в Тарс. Он провел там какое-то время, мы не знаем точно, сколько времени он там провел, но годы провел. Потом его находит Варнава, Варнава, которого послали служить верующим в Антиохии. Находит Павла или Савла тогда в Тарсе, возвращает его в Антиохию или призывает его в Антиохию. Они вместе там служат в церкви. В этой церкви развитие возникает от покаяния обращения язычников и после этого возникает конфликт, первый конфликт, когда иудействующие пришли, я сегодня уже говорил об этом, и стали требовать исполнения закона. И после этого это вынуждает того, чтобы Павел с Варнавою, они взяли с собой и Тита, пошли в Иерусалим, на первый Иерусалимский савор апостольский. Они пошли и вот там через 14 лет. Там апостол Павел представляет впервые свое Евангелие для того, чтобы именитые апостолы его оценили. Слушайте, как оценивают эти высшие апостолы. Если вы посмотрите дальнейшее описание во второй главе, там подробно описано о том, каким образом это происходило. И вот 9 стих он суммирует все. «Узнав о благодати данной мне Иаков и Кифа, то есть Петр и Иоанн». Помните, Петр, Иоанн и Иаков, три самых ключевых апостола, «почитаемые столпами подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезаным». То есть, слушайте аргумент Павла. Он объясняет Галатам, что да, действительно, он не был связан с апостолами. Но он получил откровение непосредственно от Иисуса Христа. Он провел какое-то время в уединенном общении с Ним. И потом он приходит к этой точке, когда возникла необходимость, чтобы он вместе с Варнавой встретились с апостолами. Апостолы посмотрели, оценили и сказали, «Все то, что ты делаешь правильно, иди проповедуй язычникам, Бог призвал тебя проповедовать язычникам, а мы будем проповедовать иудеям». В конце этой части послания, где он говорит о Евангелии и о себе, в конце этой части послания Павел рассказывает о случае, который имел место в Антиохии, и который проливает нам немножко света даже на жизнь апостола Петра. Помните эту историю, когда в Антиохии там было в основном церковь была из язычников, и туда пришел апостол Петр. И он пришел, он там достаточно свободно себя вел с ними. Свободно вот в каком смысле. Иудеи по закону не могли вместе вкушать пищу с язычниками. То есть у них всегда был свой прием пищи, своя еда, свой прием пищи. Савл, будучи евреем, проповедуя язычникам, он перешел этот барьер, он понимал, что во Христе ни обрезание, ни не обрезание не имеет никакого смысла, и поэтому он свободно ел с язычниками. Приходит апостол Петр, и он видит здесь такую обстановку, и он присоединяется к Павлу, и они свободно имеют общение с язычниками, до тех пор, пока из Иерусалима не приходят иудействующие христиане, иудеи приходят оттуда. И вот тогда Петр начал стесняться этих иудеев, или же бояться этих иудеев, или же какая-то форма зависимости от этих иудеев, и он стал стыдиться язычников, то есть он стал сторониться язычников, то есть он им проповедует, но на расстоянии, не так, чтобы с ними есть вместе. И тогда апостол Павел написан, что он обличил Петра в этом, и среди этого обличения, в этом обличении он говорил следующее, послушайте 15 стих, он объясняет, мы по природе иудеи, то есть он, Павел и Петр, они по природе иудеи, они из язычников грешники, понятно, что язычники, они во многих вопросах поклонялись идолам и имели очень много разных греховных вещей, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой во Иисуса Христа и мы уверовали во Христа Иисус, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть, то есть он объясняет сущность того, почему он ест вместе с язычниками, по простой причине, потому что законом я не могу оправдаться, и поэтому для меня исполнение закона в данном месте не играет такой важной роли, то есть несмотря на то, что Петр и Павел были иудеями, познакомившись с Евангелием, они отказались от попыток оправдания законом по причине того, что делами закона никто не может оправдаться. Итак, это первая часть, в которой апостол выстраивает свой аргумент, посредством которого он решает ту проблему, или пробует решить проблему, которая возникла в галактических церквях. Второй аргумент, или второй блок этой большой картины, заключается в невозможности спасения законом. То есть апостол посвящает время для того, чтобы тщательно рассмотреть эту сторону, что спасение законом невозможно. То есть, когда он говорит, что вот они, эти люди, они поддались влиянию ложных учителей, и они стали переключать свое внимание на исполнение закона, то они в этом процессе, они допускают глобальную ошибку, потому что по закону спастись вообще невозможно. Несколько принципов или фактов представлены здесь апостолом в подтверждении этого истины или этого утверждения, которое он делает здесь. Первое. В третьей главе, в шестом стихе мы встречаем очень ясное объяснение того, что Авраам, родоначальник еврейского народа, он, оказывается, был спасен по вере, а не по закону. Шестой стих написан так. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующая суть сыны Авраама. Этот аргумент очень важен, потому что закон, как известно, появился намного позже, через несколько сот лет после Авраама. Авраам был оправдан еще до того, как был дан закон со всеми церемониальными его правилами, принципами и так далее. И апостол употребляет, использует этот аргумент для того, чтобы продемонстрировать, показать, доказать верующим в галатийских церквях, что он говорит, смотрите, вам, вас учат, вас убеждают в том, что нужно исполнять закон, чтобы быть оправданным. Ну, посмотрите, Авраам был оправдан, а закона еще не было тогда. Это первый аргумент. Второй, немножко ниже, он говорит о том, что спастись по закону невозможно вообще, потому что для этого нужно исполнять постоянно все заповеди, все до одной. То есть, если на протяжении всей жизни человек нарушил хотя бы одну заповедь, он уже нарушил весь закон. Причем, это невозможно исправить. Это если человек уже нарушил, уже сколько бы он не исполнял сейчас, он уже нарушитель закона. Десятый стих написано так. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть, очень важный элемент. Для этого нужно исполнять постоянно и исполнять все для того, чтобы спастись по закону. Никто этого никогда не смог сделать. Далее апостол объясняет, что обетования о спасении, которые были даны Аврааму, они напрямую касались Иисуса Христа. В третьей главе он подробно объясняет это, используя грамматические особенности текста для того, чтобы показать, что семя Авраама, когда Бог говорил о семени Авраама, Он не говорил о многих, Он говорил об одном, Он говорил конкретно об Иисусе Христе, который будет и будет решением проблемы греха и источником Божьего благословения и спасения для народа. Здесь возникает вопрос, если законом невозможно спастись, зачем тогда Бог его давал? Для чего он нужен был? Поэтому апостол посвящает какое-то время, чтобы объяснить необходимость закона. 19 стих 3 главы. Для чего же закон? Понятно, почему он возникает вопрос, потому что он только что скажет, что законом не спасешься. Он дан после, то есть после Авраама по причине преступлений до времени пришествия семени, то есть до того времени пока будет явлен тот, кто является обетованием, то есть семя, которое Бог обещал Аврааму. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражу и закона, до того времени, как надлежало открыться вере. То есть он объясняет, что в этом процессе от Авраама и до Иисуса Христа необходим был закон для того, чтобы взять людей, взять народ израильский под стражу здесь написано, под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. То есть это был определенный период, в который народ должен был быть сохранен и в котором закон показывал эти рамки, показывал эти границы для того, чтобы привести его ко времени пришествия Иисуса Христу. Третья глава 24 Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. То есть это был необходимый период, который нужен был только для того, чтобы привести к откровению Иисуса Христа, для того, чтобы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Ниже в 4 главе он пишет, что Иисус Христос был как раз тем человеком, который исполнил весь закон и верою в которого мы получаем оправдание по всем, с любой точки зрения, по всем сферам нашей жизни. То есть мы получаем оправдание, потому что наши грехи прощены, во-первых. Второе, мы получаем оправдание, потому что праведность Иисуса Христа вменена нам, потому что Он исполнил весь закон, Он абсолютно праведный, Он никогда не нарушил ни одной заповеди, ни одного повеления Божьего Он не пошел против Него. 4 глава, 4 стих написано, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Эти истины, они представляют собой сердцевину Евангелия. То есть апостол объясняет, сначала он говорил о том, что Евангелие, которое он получил, оно достоверно, дальше говорит, почему нельзя оправдаться законом, и дальше, когда он объясняет о том, почему закон нужен был, что он был дан, чтобы люди могли увидеть, что они не могут его исполнить, и потом пришел тот главный человек, тот представитель человечества, человек Иисус Христос, человек с большой буквы, или Сын Человеческий, как его называют в Ветхом Завете, пришел, исполнил весь закон, и эту свою праведность теперь вменяет всякому верующему в Иисуса Христа. И это, как я уже сказал, сердцевина Евангелия. Это первая половина его аргумента или его решение проблемы. Вторая половина, он начинает практически говорить о том, что происходит с ними, и начинает с того, что он подчеркивает важность жизни по благодати. Он начинает с вопроса, вопроса, который связан с тем, что люди, которые получили спасение через Иисуса Христа, почему им нужно снова возвращаться к закону. Понятно, те люди, которые были до Христа, которые не знали Христа, они не знали Христа, и потом, когда Христос открылся, и тогда они оставили детоводителя и стали жить Христом. Но почему же вот эти люди возвращаются к закону? 4 глава, 9 стих. Ныне же, познав Бога или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началом? И хотите еще снова поработить себя им? То есть, он спрашивает этих людей и объясняет, наблюдайте дни, месяцы, времена, годы. То есть, они начали исполнять церемониальный закон еврейский для того, чтобы этим заслужить какой-то особый духовный статус, какую-то особую праведность снискать для самих себя. В следующей главе он прямо провозглашает, 5 глава, 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И не подвергайтесь опять его рабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. То есть, он опять повторяет этот аргумент, что если ты пробуешь жить законом, у тебя есть только один шанс, ты должен его весь исполнять. Если ты его не исполняешь весь, нет смысла пытаться. И поэтому остается только один вариант. Только через доверие своей жизни Иисусу Христу, который за нас исполнил закон. Свобода в Иисусе Христе означает жизнь Иисусом Христом, а не законом. Это, кстати, очень важная вещь, потому что как тогда, так и сегодня, в наше время, для многих людей альтернатива закону является беззаконнее. То есть, многие люди так представляют, что есть законничество, когда люди пытаются жить по закону. И так как они не могут спастись по закону, поэтому для многих людей единственный другой вариант жизни, который они видят, это значит творить беззаконие. Это было и тогда, во время апостола Павла, и это, к сожалению, наблюдается сегодня. Для многих людей, и многие люди, когда они подчеркивают благодать, они практически подчеркивают, что нам нельзя жить по закону, а значит, тогда мы должны жить свободно, жить так, чтобы видно было, что мы не по закону, что мы без закона живем. Здесь апостол объясняет немножечко глубже порочность такой философии. 4 стих 5 главы. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, дальше он говорит, действующая любовью. То есть, он конкретно говорит о том, что во Христе Иисусе имеет смысл вера в Него, и эта вера, она действующая, и ее действие выражается в ее любви. Это приводит нас к следующему элементу, который я назвал сущность жизни по благодати. Мы читали сегодня часть, небольшой отрывок из этой части главы, из пятой главы послания Галатам. Апостол объясняет неверность той позиции, которой я говорил, что если человек не следует, не может спастись законом, тогда он должен жить без закона. Пятая глава, тринадцатый стих. К свободе призваны вы брать. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Посмотрите, он говорит о трех возможных двигателях жизни. Первый возможный двигатель жизни это закон. Закон, которым человек живет, и он пытается им жить, и этот образ жизни, он имеет очень много всяких разных последствий, мы еще о них чуть-чуть позже поговорим. Он пытается им жить, но он не может спастись. Как фарисеи и книжники не могли спастись, как иудеи во времена апостола Павла, как он сам до того, как он встретился со Христом, не мог спастись. То есть, все эти попытки, они не способны привести к спасению. Есть второй вариант. Человек отказывается от закона. Есть второй двигатель, который есть у людей. Этот второй двигатель, это собственная похоть, собственная плоть. Смотрите, он говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша, отказываясь от закона, смотрите, не попадите в тот центр тяжести или в ту точку притяжения, в которой вы будете двигаться теперь своей собственной плотью. Но, указывает на третий мотиватор, любовью служить друг другу. То есть, отказавшись от закона, это еще не все. Это еще не значит, что человек, отказавшись от закона, он является, все проблемы его решены уже. Отказавшись от закона, он еще может попасть в сферу, в зону угождения своей собственной плоти. 14 стих. Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя, он ссылается на слова Иисуса Христа, которые Христос сказал в Евангелии от Матфея в 22 главе. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг к другу. То есть, ключевой вопрос в этой сфере, чем продиктованы мои действия? То есть, если человек, есть один вариант, он действия приготовлены, продиктованы, мотивированы желанием заслужить себе спасение через исполнение закона. Неправильно. Это не приведет к спасению. Второй вариант, отказавшись от этого, второй вариант неправильных действий, когда они мотивированы угождением самому себе. Это тоже неправильно. Вот почему апостол говорит так, что мы умерли со Христом, ибо для меня жизнь Христос, он говорит во второй главе. То есть, он говорит, я для себя, для своей собственной плоти, я умер для того, чтобы посвятить себя Иисусу Христу. Дальше объясняет, как происходит, как функционирует вот этот механизм духовной жизни. Пятая глава, шестнадцатый стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть, он объясняет, что внутри верующего человека есть две противоположных силы. Он возродился, он любит Бога, он знает Иисуса Христа и стремится к Нему, и это говорит о его новом духе, но в это же самое время в его плоти. есть желания, которые конфликтуют с его духом, которые входят в противоречие постоянно. И он говорит, вот в этом и есть сущность жизни человека верующего. В чем эта жизнь, как эта жизнь развивается? Эта жизнь развивается с тем, что на протяжении того, чем больше, на протяжении жизни, чем больше человек дает место Божьему Духу, тем больше Божий Дух приносит плод в его личности. Суть этого плода описана в 22 стихе. Плод же Духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковых нет закона. Друзья, когда мы говорим о измерении нашего христианства, евреи, фарисеи, книжники измеряли свое христианство количеством исполненных законов или свою веру количеством исполненных законов. Чем больше они исполняли закон, тем выше они видели себя. Потом были люди, которые провозгласили следующее, они говорят, мы не будем под законом ходить, мы не будем измерять себя законом и поэтому наше христианство не измеряется никак. Вот просто живу верой, упованием на благодать. Что в действительности? Апостол Павел говорит, смотрите, чтобы свобода не послужила поводом к угождению плоти. Здесь он говорит, каким же образом можно измерить христианство. То есть наше реальное христианство, наш опыт, нашу зрелость, наш возраст в Иисусе Христе практически измеряется следующим образом. Насколько в нашей жизни имеет место, насколько Дух Святой генерировал плод свой, суть которого выражена в следующем образом. любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Дальше он говорит, таковым закон не нужен. Людям, которые имеют вот эти внутренние плоды, им их не нужно ограничивать чем-то, каким-то законом. Они внутри имеют правильную мотивацию, которая влечет вас, влечет их к Иисусу Христу. 24 стих он подчеркивает это же, говорит, ну те, которые Христовы распяли плод свои со страстями и похотями. Если мы живем Духом, по Духу и поступать должны. Он ясно объясняет сущность духовного процесса или сущность духовной жизни. Последнее, о чем говорит здесь апостол, он останавливается еще достаточно подробно в 6 главе, останавливается на сущности служения благодати. Опять-таки, смотрите, мы говорили о том, как решает проблему апостол Павел. Он, во-первых, говорит о достоверности Евангелия, которую он проповедовал. Первое. Второе, он говорит о невозможности спасения законом. Дальше он объясняет, почему закон все-таки нужен. Потом объясняет, что Христос был тем, кто исполнил этот закон. Потом говорит о важности жизни по благодати, говорит о сущности жизни по благодати. Вот это духовная борьба между Духом и плотью, и победа Духа над плотью, и является жизнью по благодати. И теперь он переходит к последнему. Он говорит о служении благодати. Это очень важный аспект. Дело в том, что каждый христианин, он генерирует в своей жизни что-то. Мы уже говорили, что он генерирует плод Духа, но этот плод не остается только его собственным плодом. Он обязательно оказывает влияние на людей, которые вокруг. Так всегда получается. Помните, как фарисеи и книжники очень ревностно старались следить за другими людьми, чтобы они точно исполняли заповеди. Помните многочисленные примеры, как они приводили женщину, взятую при любодеянии, как они следили, как апостолы ученики колоски срывали, как они следили, кто там умытыми, неумытыми руками. Помните апостола Павла или Савла, когда он был Савлом. Чем он занимался? Он занимался тем же самым. Он был, так он сам о себе говорит, неумеренным ревнителем отеческих преданий. То есть он всем этим занимался. Он требовал от других, чтобы они исполняли, исполняли, исполняли. Теперь речь идет вот о чем. Человек отказался от закона, получил спасение по благодати, живет, преображаясь в образ Иисуса Христа. Его дух исполняется плодом Духа Святого Больше и Больше. А что же об остальных? Как же люди, которые вокруг? Здесь апостол говорит, что влияние очень важно, но оно совершенно отличается от того влияния, которое оказывают друг на друга законники. Шестая глава с первого стиха. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, то есть вы, которые имеете плод Духа, которые немножко преуспели в том, чтобы иметь плод Духа, исправляйте такового, и дальше написано, в Духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Дальше подчеркивает, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Здесь речь идет о следующем, друзья. Он говорит, этот процесс связан с неудобствами, которые создают вам ближние. Эти ближние, которые поступают неправильно, делают что-то не так, говорят не так, и так далее, привычки у них не такие. И он объясняет, что влиять на них нужно. Но вот этот человек спасенный благодатью, он радикально отличается от того, кто немножко исполнил закон. Человек, который немножко исполнил закон, он уже считает, он уже видит себя на высоте. Он уже обращается к тем людям, которые там где-то внизу, он свысока смотрит на них, он говорит к ним, вот посмотрите, я-то исполнил, я-то вот достиг, и вам нужно работать, и вам нужно просто поднатужиться, и он относится к этим людям, как к тем, которые на его пути мешают тому, чтобы вся жизнь цветущая была вот в таких исполняющих закон личностях вокруг. Совершенно иное происходит с человеком спасенным по благодати. Этот человек помнит, во-первых, что он сам спасен не потому, что он чего-то достиг, а потому, что Божья благодать его помиловала. И это сразу же меняет установку, меняет его положение, подход к людям, которые вокруг него. Он говорит им о их грехах, он исправляет их, но он исправляет их, во-первых, в духе кротости, то есть с нежностью, мягко. Во-вторых, делая это, он наблюдает за собой, потому что, чтобы не быть искушенным, потому что он знает точно, что в нем самом есть еще не в такой степени и не в такой форме, но подобные же явления, которые еще просто не вскрыты обстоятельствами. вот 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 почему этот подход, он не подход свысока, а это подход, который построен на сострадании, на готовности помогать, и дальше он подчеркивает, носите бремена друг друга, на готовности терпеть, быть терпеливым к этим людям, которые рядом. Третий стих подчеркивает этот же фактор, ибо кто почитает себе чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. То есть, как только человек начал думать о том, что он духовная звезда, о том, что он чего-то достиг, он обольщает сам себя, он просто обманывает сам себя, этого не может быть, потому что если человек что-то имеет, то все это не его, это все только Божие, если он что-то имеет. А если же то, что его, то значит он обманывает себя, потому что он тем, что его никогда не спасется, никогда это не имеет какой-то ценности. В конце он добавляет, что служение и созидание душ, вот это служение, о котором он говорит здесь, самое важное, что можно сделать, делать здесь на земле, 9 стих, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, немножко выше он говорит, сеющий в плоть, от плоти пожнет, а сеющий в дух, то есть изменяющий души, приобретающий духовные ценности, он пожнет вечные ценности, жизнь вечную. И тогда, коли есть время, будем делать добро, а наипаче своим поверье. Заканчивается послание еще одним утверждением, апостол просто возвращается ко всей этой теме, и он как бы подводит итог 14 стих, 6 главы, он говорит, а я не желаю хвалиться, то есть, он себя ставит в это же положение, он говорит, мне нечем хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Опять-таки, он повторяет все эти аргументы, что я не нахожусь под влиянием мира, мир распят для меня, я для мира распят в этом, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Итак, послание Галатам, оно помогает нам увидеть богатство жизни, рожденной Евангелием, спасительная благодать гораздо выше религиозных правил, она действительно способна производить новую жизнь, и эта жизнь, она является нашей целью и нашим смыслом. Мы сейчас будем молиться. Мы будем молиться, во-первых, о том, о чем мы говорили. Мы сегодня коснулись очень важных вопросов, которые, я уверен, касаются каждого из нас. Это абсолютно так животрепещущий сегодня вопрос. Но у нас сегодня молитва, как вы помните, о строительстве молитвенного дома, о строительстве церкви. Я надеюсь, что вы сегодня молились, я надеюсь, что многие сегодня были в посте об этом вопросе. Я несколько слов скажу, почему это так важно. Дело в том, что вообще любое дело, которое мы делаем, оно по-человечески, если мы делаем его по-человечески, оно не будет иметь смысла. А вот подобные вещи, о которых мы говорим, они вообще невозможны, даже если мы делаем их человеческими способами, человеческими средствами. Когда я смотрю на то, куда мы движемся сейчас, я ясно понимаю, что для того, чтобы это осуществилось, это возможно только в одном случае, если Бог это сделает. То есть, по-человечески это невозможно. Но для того, чтобы Бог это сделал, для этого нам нужно следующее. Самое первое, во всем этом процессе не забывать, что главное церковь, а не здание. И не просто не забывать, а действительно жить так. Когда мы строили этот молитвенный дом, Бог помог нам вот в этом процессе. Мы жили, мы строили, и мы, я не был сильно лично вовлечен в этот процесс, были братья, которые это делали, и те, кто занимался служением, занимались служением. И церковь, и ее жизнь, она была главной. По сути дела, это главная цель. Получить здание и остаться без церкви, понимаете, не имеет смысла. Поэтому я хотел бы, чтобы мы молились сегодня прежде всего о духовной жизни каждого члена церкви. А вот этой жизни по благодати. О жизни Евангелия Моисуса Христа. О жизни, которая исходит от спасения во Христе Иисусе. Это самое первое. Второе. Нам нужно молиться о полноценном развитии церкви. Как я уже сказал, что здание необходимо для полноценной жизни церкви. Мы можем делать немножко больше, если у нас будет немножко больше помещения. Поэтому нам нужно сосредоточить наше внимание, чтобы молиться о полноценном развитии церкви. Третье. Молиться о жертвенности и ревности в материальной поддержке строительства церкви. Это связано прежде всего с нами всеми, кто жертвует. Кроме того, это связано, мы уже говорили это в воскресенье, об этом, связано с тем, что мы, нам нужно будет найти покупателя на это здание, продать это здание для того, чтобы вложить деньги туда, в то здание для того, чтобы мы могли не накладывать бремя неудобоносимое. То есть бремя, которое тяжело потом будет нести финансовое бремя. То есть это еще один элемент, который нужен нам. Дальше, молитесь о том, чтобы Бог позволил нам построить это здание. То есть самые разные вопросы, которые связаны с этим. Нам нужно об этом регулярно молиться. Пятое, поблагодарите Бога за приобретение участка земли. Вчера мы подписали документы и все то, о чем братья говорили, думали, исследовали, изучали, вот оно пришло все к завершению. И вчера мы подписали этот документ и с сегодняшнего дня эта земля уже принадлежит нашей церкви. Вот, то есть она не на выплате, она оплачена нами, она принадлежит нам и мы уже можем там начинать строить, хоть завтра. Завтра мы, конечно, не начнем, по простой причине, что сначала нужно нарисовать, что построить. А нарисовать это непросто. Вот, нарисовать должны специалисты. Вот, нам нужно помолиться еще и последнее, о выборе архитектора и разработке проекта, который, который нужен будет для того, чтобы нам построить это здание. Давайте мы встанем сейчас и помолимся обо всем этом. Если бы вы могли вдвоем или втроем, вот буквально не больше, чтобы у вас было так немного, повернитесь друг к другу и вот просто от сердца, искренне помолитесь. Вот эти все нужды здесь, здесь висят, вот они высвечены здесь на экране. помолитесь, пожалуйста, искренне от сердца. Я потом помолюсь с заключительной молитвой и мы подведем итог всему тому, что было сегодня здесь. и Можем Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Благодарим Тебя за то, что Ты показал нам, что через прекрасные правила, которые были даны в законе, мы не способны спасти себя. Мы не способны их исполнить. У нас нет для этого сил. Мы отягощены грехом и греховностью. И мы знаем, Господи, что только по благодати Твоей Ты послал Сына Своего, который исполнил закон, который был абсолютный праведник, и который не только понес на себе наш грех, но Он дал нам свою праведность. Это свое исполнение закона, полное и совершенное. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас причастниками через веру. Ты сделал нас причастниками этой жизни, этой праведности Твоей, Господь. Благодарим Тебя за это. Благодарим за то, что Слово Твое, оно сегодня звучит, и оно сегодня глубоко проникает в наше сознание, и оно открывает нам реальность этой жизни. За то, что Ты Духом Святым, Ты продолжаешь, Господи, воздействовать на нас. И я умоляю Тебя, Господи, помоги, чтобы это было реальностью для каждого члена церкви, для каждого, кто здесь сегодня, для тех, кто не смог быть, для тех, кто присоединился сегодня к нам через трансляцию. Я прошу, Господи, благослови каждую душу. Ты помоги, чтобы каждый человек, каждое сердце, оно могло по-настоящему жить Тобой, иметь эту полноценную Твою жизнь, которая исходит от Тебя. Благослови, чтобы в этом был результат существования нашей церкви. Чтобы мы могли иметь эту жизнь и делиться этой жизнью с людьми, которые вокруг нас. С верующими и неверующими, со всеми, Господи, кто окружает нас. Благослови нас в этом. Я прошу Тебя, Господи, за все развитие нашей церкви. Помоги, чтобы эта целостность развития присутствовала. Чтобы Твоя Евангелие и Твоя благодать, она по-настоящему формировала всю нашу жизнь, наши взаимоотношения, формировала любой вид служения в нашей церкви, формировала всю суть нашего существования. Мы нуждаемся, Господи, в Тебе, в Твоем руководстве, в Твоем водительстве. Прошу Тебя за всех руководителей, за всех служителей, Господи. За каждого участника, каждого блока служения. Ты благослови каждое сердце. Ты помоги, Господи, чтобы каждый мог иметь это искреннее посвящение Тебе. Чтобы эта настоящая Твоя жизнь, она переливалась через край. В том, что мы делаем для Тебя во имя Твое. Благослови, Господи, народ Твой. Мы просим, Господь, Тебя о том, чтобы Ты помог нам построить церковь. Мы видим, Господи, что она нужна нам. Мы говорили об этом уже давно, и мы молились об этом. И Ты позволил нам сделать вот уже первый шаг. Благодарим Тебя за то, что мы могли приобрести эту землю. Мы знаем, Господи, что во всех этих шагах и подготовительных процессах мы видели руку Твою. Поэтому мы доверяем Тебе во всем и дальше. Мы просим, Господи, Ты поведи нас дальше. Ты благослови тех братьев, которые занимаются этими делами. Я прошу Тебя, дай, Господи, им внутренние силы, дай настойчивости, дай мудрости, точности в оценках, в принятии решений. Благослови, чтобы они могли выбрать правильного архитектора. И дай, Господи, правильные идеи, которые позволили бы иметь здание функциональное, эффективное, и то, которое мы сможем позволить себе по цене. Благослови нас, Господи. Во всем этом мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и послал ревность каждому члену церкви, каждому человеку, который способен каким-то образом материально поддержать это служение. Благослови нас в этом. Мы знаем, Господи, что это Твое дело, и что без Тебя мы не сделаем его, и поэтому приносим его к Тебе и просим милости Твоей для каждого из нас. Благослови нас, Господь, и пойди с каждым из нас сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»